доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха старое самопознание с вами наталья сегодня раскроем тему его решение относительно вас и ваших взаимоотношений что к нему пришло какое решение настраиваемся пожалуйста на расклад вариант будет один посмотрим в каких энергиях вы находитесь относительно друг друга что между вами происходит какая ситуация если чувствуете что ту информацию которую я буду озвучивать она с вами резонирует тогда продолжать смотреть данный расклад кому не хватает времени девочки видео вы всегда можете поставить на паузу но мы с вами начинаем смотреть очень интересно какое решение принял касательно ваших отношений загаданный человек и так что между вами давайте посмотрим для начала что между вами смотрите в какой-то степени ваши отношения казались очень стабильными надежными был однозначно фундамент но это не совсем те взаимоотношения где чувствуется ответственность либо на данный какой-то период промежуток времени ваши взаимоотношения они словно знаете как допущены на самотек и непонятно вообще что происходит куда к чему идет что движется много скрытного много непонятного и и тут появляются переживания действительно что дальше будет с нашими отношениями к чему это все ведет к чему это все приведет и чувствуется что где-то есть подвох а в чем этот подвох непонятен этот подвох больше идет со стороны мужчины понимаете и кстати он больше девочки переживает нежели вы возможно человек чувствует за собой как говорится вину у него рыльца в пушку реально может быть и вы это девочки четко возможно интуитивно это чувствуете что человек не искренен человек где-то вам что-то не договаривает утаивает вы это чувствуете но смотрите вы очень интересная дама вы возможно не подаете на самом деле вида что вы в чем-то его подозреваете много скрытности кстати девочки вы тоже можете от этого человека что-то скрывать хотя с одной стороны вы можете быть открыты в этих отношениях вот знаете как чистый лист наивный возможно даже в какой-то степени доверчиво но я могу сказать что вероятно здесь создаете только вид такой женщины на самом деле вы немножко другая такое ощущение да вы основательная по большому-то счету четверка жезлов это тогда когда я уже твердо стою по сути то на своих ногах я чувствую почву под ногами понимаете есть энергия есть потенциал есть стабильность если хотите то есть вы в себе уверены как в человеке а вот ваш загаданный человек он себе уверен но не до конца потому что у него есть как внутреннее угрызение совести касательно конечно же вас и ваших взаимоотношений возможно здесь человек слишком как-то пытался завуалировать какие-то ситуации был неоткровенен и он понимает что вот какой-то предел какой-то пик уже наступил здесь либо вашим взаимоотношениям как-то реально нужно обнулить вот эту всю историю понимаете вот эту всю неоткровенность скрытности скелеты в шкафу вот словно убрать это все стереть как говорится и попробовать начать заново с чистого листа если так и дальше будут продолжаться ваши взаимоотношения то к сожалению они не принесут счастье не вам не загаданному человеку и вы это девочки на самом деле интуитивно хорошо понимаете и он тоже то есть на лжи счастье ты не построишь бесполезно это не получится я не вижу здесь прям какого-то разрыва пока да но хотя вот здесь вот по аркану луна скучание здесь могут присутствовать прям страхи какие-то переживания девочки с вашей стороны это тоже может быть из его стороны да почему мы переживаем за за что мы так переживаем возможно реально за отношения что мы не сможем пройти какой-то этап и начать как-то все сызного сначала да но либо здесь каждый опасается за что-то за свое каждого тут может быть конечно своя история своей ситуации но однозначно ваши отношения они здесь не однодневные нет вы уже сумели сформировать действительно какую-то основу и это было знаете реально какая-то ваша определенная зона комфорта где вы чувствовали себя очень хорошо и вы девочки на самом деле пытались по большому-то счету особо не нагнетать обстановку ситуацию вы старались вести себя как-то легко непринужденно без претензий и так далее я не вижу здесь претензий с вашей стороны потому что выходит все-таки нулевой аркад вряд ли а человек просто посчитал что вы слишком доверчивым и он мог вам тут столько истории сказок по на рассказывать как это вечера не хватит чтобы вилкой поработать чтобы сушила лапшу снять возможно здесь также человек допустим вам примеру говорил мы встретимся завтра до наступает завтра встречи не происходит да либо еще какие-то моменты вам человек что-то обещал но по итогу так и не сделал и вот как раз таки здесь загаданы вами человек чувствует что у него рыльца в пушку и он на самом деле виноват виновен да у него есть за это переживание переживание хорошо давайте посмотрим каких энергиях находитесь вы по отношению к загаданному человеку а вы закрыты девочки вы закрыты и знаете такое ощущение вот так это сверху наблюдаете возможно за этим человеком да а как у него там может быть дела или что такое да каких энергии вы закрыты вы закрыты от этого короля огня для вас он все равно еще остается таким ярким мужчиной сексуальным живым активным жизнедеятельным в общем здесь красавчик дети девочки ну и неважно конечно здесь нарисован такой мужчина уже в годах такого немножко такого даже где-то пенсионного возможно возраста неважно может быть конечно ваш загаданный человек и старше вас нет не обязательно но тем не менее да вы старайтесь сейчас от него под закрыться закрыться вы можете не доверять его вот этой энергии на самом деле весник воды вы скрываете свои чувства эмоции по отношению к этому человеку вы не скрываете даже а вы пытаетесь их задавить также вами могут обуревать страхи возможно надуманные какие-то страхи да относительно того что если к примеру этот человек вам приблизиться и начнет что-то объяснять рассказывать говорить доказывать он может вас вновь ввести в заблуждение потому что ну здесь по вестнику воды девочки как ни крути у вас все равно открытая душа в реально можете быть доверчивыми сначала вы возможно для кого-то проиграется тогда возможно вы вы это все выслушаете да возможно сделайте вид что все хорошо все замечательно но внутри у вас будет там такая коллаборация то есть переворот как так можно да то есть для кого-то проиграется что есть такое немножечко опасение переживания что вы боитесь попасться вновь на удочку этого человека для кого-то девочки хорошо я возможно и выслушаю я не подам тебе вида что допустим я в чем-то ущемлена к примеру да или ты меня где-то там под задел нет для кого-то и так проиграется хорошо в каких энергиях находится загаданный человек по отношению к вам каких энергиях находится вы а он девочки по вам скучает тоскует повешенным и причем уже длительный период времени в какой-то даже степени девочки он считает что это справедливо это по делам если вы закрылись от него то вы сделали так как посчитали нужным и ему ничего не остается как говорится с этим смириться он конечно может быть с этим не согласен да он может как-то вот считать что он бедный несчастный ему не дали возможно как-то высказаться да опять в очередной раз что-то рассказать убедить что было все не так он говорит только правду и т.д. и т.п. но то что получилось то получилось то есть каких энергиях находится по отношению к вам в жертвенном он считает себя жертвой но справедливо какой-то степени хорошо давайте смотреть какое решение принял загаданный человек по отношению к вам и к вашим отношениям какое решение будет ли как-то может реабилитироваться до пытаться все-таки обелить себя ваши глаза допустим доказать что он действительно был прав а вы нет посмотрим что приходит его светлую голову какое решение это целомудренность к нему приходит девочки вот смотрите да какое решение вот у него решение девочки нету я вам я вам так скажу у него решение нет он бы хотел чтобы знаете каким-то магическим образом могу даже так сказать да сложилось все само собой а что ты подразумеваешь под тройкой жезлов что это за планы такие вот понимаете кто какой процесс или да он реально ведь девочки что-то планирую да в отношении вас то ли он вам урок хочет какой-то преподать то ли действительно человек хочет доказать что по иерофанту всегда мы за правду истина свет благость понимаете вот здесь у него может реально какая-то вот цель стоять возможно я хочу ей показать что я нормальный я не лжец понимаете я что-то планирую но как это все реализовать он не понимает я хочу посмотреть все таки вот в этой тройке жезлов от его планах что там за планы вот прям как такового решения вот такое ощущение ну да оно есть это решение вам показать что он действительно вот где-то прав понимаете вот доказать свою правду каком-то процессе девочки для к для каждой из вас вы уже четко будет понимаете скорее всего а какой правде пытается вам сейчас донести загадана вами человек чем здесь тройка жезлов что это за будущее такое а здесь человек девочки думает о каком-то реальном путешествие о поездке о приезде скорее всего к вам но у него вопрос а как вы отреагируете на это все потому что вы для него женщина немножко непредсказуемая он не знает что от вас ожидать как вы отреагируете на его поступок какую вы дадите реакцию а он действительно хотел бы не двинуться в надежде на то понимаете тройка жезлов это всегда движение это всегда мы идем на результат это хорошо это коммуникация это мы договариваемся это мы находим какие-то общие интересы и мы дальше продолжаем взаимодействие и вот здесь вот тоже тройка это в будущее и шестерка это тоже я выбираю путь я плыву к новым берегам но что там будет я еще не знаю потому что я не знаю той страны как говорится да я я не знаю что там на этом на горизонте будет как меня встретят как говорится с караваем или там будут абориген с пиками вот примерно то есть он вас видит он он не понимает вашу реакцию он считает что вы даже где-то энергетически вы одинаковые он идет ирофантом вы верховная жрица то есть вы оба сильные мощные в глубоком мыслящие люди как он себя высоко девочки ценит на секундочку он прям папа римский честно говоря на 1 священник его решение но смотрите все таки по верху по 1 1 священнику да здесь все таки намерения это что-то серьезное девочки это не шутка это что-то глобально серьезное хорошо а примерно что ты хочешь давайте так спросим тогда на какую реакцию он рассчитывает с вашей стороны увидеть вот какую реакцию он рассчитывает видеть с с вашей стороны вот если он к вам приближается зов это знаете вы бы он ну куда допустим примеру ок он к вам приходит и вы говорите а я знала что ты придешь я это чувствовал вот такую девочки он реакцию хочет понимаете вы выходит старший аркан много старших арканов сейчас на этот вопрос вообще его решение относительно вас вы люди которые даны высшими силами богом как хотите вы даны друг другу именно чем-то высоким потому что по сути по сути вы сами сильные и вы можете друг друга чему-то научить вы нужны друг другу вы необходимы друг другу колода такая интересная до добра и света вот она говорит по-особенному постарайтесь девочки услышать она говорит глубоко это не совсем такой событийный ряд она реально глубоко разговаривает и вот ваш загаданный человек он чувствует что вы родные вот я не знаю вот как ну как близнецы что ли ну что-то такое девчонка тройка воздуха ему хотелось бы все те переживания которые есть у вас у него они все улетучились они ушли ему хотела бы хотелось бы уйти как того знаете согреться согреть душу и чтобы на этой душе вот в этой душе не была пустота а реально пили птицы ему вот этого бы хотелось чтобы вы даже девочки облегчили его и свои страдания это в ваших силах другой реакции скорее всего человек от вас не хотел бы видеть это что это не то что там красная дорожка и все остальное прочее нет девочки здесь все более глубоко и очень значимо а с каким все таки предложением он к вам собирается давайте так посмотрим действительно его решение это двигаться к вам ну все равно него есть сомнения с каким все таки предложением к вам хочет прийти загаданный вами человек с каким предложением сила с каким предложением предложение чтобы между вами закончился конфликт борьба которая никому на самом деле не нужна здесь много страсти здесь много вожделения здесь мужчина готов катать вас на своем как говорится хребте туда куда вы захотите но я условно конечно да девочки он хотел бы с вами примирение он хотел бы с вами безумного соите который бы сносил крышу где хотелось бы ну я не знаю там визжать пищать рычать от удовольствия ему реально сносит ну ладно не буду говорить сносит крышу но здесь что-то такое понимаете вот энергия такая идет вот я сейчас говорю не аж мурашки по коже потому что сила восьмерка жезлов пятерка же ну условно до огня и пунта колода еще паши огня то есть столько энергии огненной столько страсти столько желания начала понимаете начало активность движение и чтобы вот это вот конкуренция между вами закончилась между прочим пятерка огня она не всегда показывает на противоборство в сочетании с такими органом девочки я вам точно говорю здесь человек идет к вам с предложением помириться но страстно помириться понимаете бурная ночь очень бурная ночь хорошо а что-то глобальнее есть у тебя какие-то предложения более глобальные более серьезные страсть понятно кушать то хочется да девочки страсть это понятно а что-то более серьезное идешь с каким-то предложением более серьезным десятка воздуха девочки на самом деле человек здесь готов работать надо отношениями он реально готов вкладываться он будет готов в ваши отношения доводить до какого-то определенного вот прям пика мастерства для того чтобы была возможность перейти на более качественный другой уровень он реально готов он не хотел бы с вами ставить точку не хотел бы с вами расставаться потому что это очень больно есть чувство 2 2 2 к воды да есть чувство он хочет наслаждаться он хочет любить девочки и туз огня это все-таки опять это начинание это возможность дать свет дать импульс чем за рождению чему-то новому мощном энергетически мощному для кого-то даже может проиграться человек будет готов даже на рождение детей то жезлов это об этом двойка чаш и он будет готов девочки вкладываться в ваши отношения стараться трудиться работать и так что девочки на покушать точно у вас что-то будет но я немножко улыбаюсь конечно но то есть это не просто так понимаете человек допустим пришел увидел победил и как говорится adios нет здесь человек действительно нацелен будет с вами выстраивать ваши взаимоотношения ему это очень важно и мы действительно это очень важно совет для вас девочки давайте посмотрим совет для вас как вам себя вести с этим человеком как вам вести себя с загаданным человеком как вам вести себя с загаданным человеком туз земли туз земли заземлиться конечно же в первую очередь да не летать в облаках постарайтесь видеть поступки какие человек будет совершать поступки паш земли да тоже это не там где вот вода эмоции допустим комплименты человек говорит галантность ухаживает нет это что-то более земное приземленное действительно подарки может быть не совсем подарки до чем он готов вас удивлять на что он будет готов идти ради вас чем он готов вам будет помочь тот или иной момент и вот исходя из того как человек реально себя будет показывать транслировать вы будете делать уже свои выводы тот шанс который вы захотите дать этому человеку сделайте выводы он действительно достоин вас или нет но вот с точки зрения высших сил понимаете каждому человеку свойственно ошибаться может быть конечно ваш загаданный человек ошибался не один раз возможно но тогда когда он придет и и как говорится начнет говорить свои первые слова постарайтесь уловить это тот же сценарий по которому раньше человек возвращался к вам и говорил допустим тот или иной текст он похож или это что-то другое и вот уже с первых слов вы уже будете понимать либо начинаем все сначала либо это совершенно другая будет история и эта история будет замечательная замечательная история двух влюбленных людей двух влюбленных сердец которые будут наполнять друг друга и просто быть счастливыми я хочу немножко дополнить то земли подсказку для вас да мы же берем относительно загадного человек король воды ну да вот смотрите да все таки шанс можете дать шанс можете дать и после того как человек себя проявит любящим действительно любящим вас вот тогда вы уже сделайте свой окончательный выбор он то решение девочки уже принял по большому то счет и хотя у него есть сомнения да как вы к нему будете относиться изначально я прочитала что у него вроде бы как бы нет этого решения но она у него есть только когда он его проявит это тоже вопрос потому что по верховной жрицы это немножечко затяжной такой период времени это не говорит о том что человек прилетит к вам завтра или послезавтра нет это пройдет не определенное количество времени опять-таки да нужно понимать нужно ли вам будет сидеть выжидать либо вы все таки решитесь выстраивать свою жизнь как-то иначе по-другому у каждого ведь своя ситуация у каждого ведь свой путь поэтому девочки каждый из вас ориентируйтесь то что у вас есть здесь и сейчас но в целом расклад показал то что человек в принципе нацелен и настроен возобновить с вами отношения как-то вот по-другому их начать готов вкладываться уходить от лжи уходить от недоговоренностей быть правдивым здесь речь об этом сегодня я вас от всей души благодарю то что вы со мной то чтобы подписывайтесь на мой канал пишите пожалуйста как сами срезонировал данный расклад я с вами надолго не прощаюсь желаю вам всего самого наилучшего прекрасного солнечных дней и пусть сегодняшний день будет намного лучше чем вчерашний всего доброго до новых видео